МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИА ПЯТЁРКА! Наша уникальная территория для школьников, которой нет вообще ни в Белоруссии, подобной ни на просторах СНГ, ни в ближнем зарубежье, подходит к финалу своего сезона надежд, сезона восьмых-девятых классов. Это наши будущие звездочки, которые будут блистать в следующем сезоне. Ну, если же он будет, конечно. Итак, внимание, сегодня последняя отборочная игра нашего сезона надежд. Восьмые-девятые классы. И сегодня противостоят друг другу. Друзья-соперники, слева от меня в синих шарфах гимназия номер 56. Справа от меня гимназия номер 51. Они не носят красные шарфы, у них и так красивые красные галстуки. 51-я гимназия. Клуб 51-й гимназии тренирует Ирина Александровна Карпенко, которую дети очень любят, очень знают, очень ценят. Ну, а интеллектуальный спорт в 56-й гимназии курирует директор Господа Капустина и завуч по воспитательной работе Татьяна Владимировна Бычкова. Спасибо им. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, все слова сказаны. Осталось только низкий поклон передать Гомельскому облсполкому и телеразию компании Гомель, благодаря которым, собственно, и существует наша уникальная телевикторина, и начать игру. Итак, Эрудит пятерка, последняя отборочная игра сезона «Надежда». Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ Великолепно! Я обращаюсь к капитану 56-й гимназии Захару Бакша. Захар, кто у вас идет на игру интуиции, блеф-игру? У нас идет Дмитрий. Дима, хорошо. Дмитрий Метлицкий, капитан 51-й гимназии. Кого вы отправляете в бой? Пойдет Ваня. Итак, Дмитрий против Ивана. Вперед! Ваня! 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 Внимание! Здесь все очень просто. Нужно выжать кнопку и сказать «да» или «нет», потому что я иногда буду говорить правду, а иногда бессовестно врать. Нужно попасть в нужную точку. Итак, внимание. Верите ли вы, что первые джинсы были коричневого цвета? Прошу, Иван. Да. Да, это была простая парусина, только потом их стали красить в цвет индига. Вы правы. Пять очков заработал человек. Кстати, у нас сегодня на игре практически все новички. Все очень волнуются. Верите ли вы, что каракал – это паук такой? Фальстарт у вас. Иван, у вас есть шанс? Да. Нет, каракал – это такая кошка пустынная. Теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что слово «палка» – это по-французски «батон»? Иван? Да. Да, вот мы покупаем палки, грубо говоря, в магазине. Палки хлеба, палки колбасы. Батон. Играем дальше. Верите ли вы, что первые квадратные уравнения записаны Пифагором? Иван? Да. Нет, еще вавилонские, индийские математики до него этим занимались. Так что Пифагор далеко не первый, хотя терем Пифагора – она квадратное уравнение. Играем. Верите ли вы, что на гербе Австралии щит поддерживают с одной стороны кенгуру, а с другой – страус эму? Да. Это правильный ответ. И после блеф игры нашей 15-0 очень лихо начала 51-я гимназия. Переходим к дуэль игре! Итак, внимание, пришло время дуэль игры. Пять тем, пять очных поединков, пять боев. За пять секунд вы должны будете решить, кто какой бой пойдет и кто какую тему на себя сможет взять. Итак, внимание, прослушайте пять тем пяти боев. Все краски мира, деньги, общее слово, вокруг света и музыка. У вас пять секунд на обсуждение всего-навсего. Игра наша быстрая и неотвратима. Так, решили, все решили. Ну что ж, Захар Бакша, кто изучил у вас все краски мира? У нас пойдет Дмитрий. Дмитрий – это наш второй выход к стойке, у нас больше двух раз никто не ходит. Дмитрий Метлицкий, кто готов пойти у вас? От нас пойдет Илья. Итак, Дмитрий против Ильи. Вперед! Итак, внимание, цена правильного ответа – пять очков. Играем без минусов. Такого цвета был знаменитый дуб у Лукоморья. Прошу. Зеленый. У Лукоморья дуб зеленый. Первые пять очков приносит Дима своей команде. Браво! Лебедь в сказках белая, цветочек аленькой, а волк – какой волк? Серый. Серый, конечно. Сел на серого волка и поскакал. Играем дальше. Из этих двух цветов составлен украинский флаг. Фальстарт у вас, к сожалению. Дмитрий, есть шанс? Синий и желтый. Голубой, желтый, синий и желтый принимается небо и пшеничное поле. Великолепно. И заканчиваем. Своим синим цветом этот цветок отлично выделяется в желтом ржаном поле. Прошу. Незабудка. Незабудка в ржаном поле никогда не видел. Прошу. Василёк. Василёк, это правильный ответ. Итак, после первой темы, после первого боя, все краски. Мира счет 15-20 в пользу 51-й гимназии. Дима, браво! Мы играем в следующий бой. Итак, внимание, второй бой. Деньги. Захар, кто? Пойду я. За деньгами. Хорошо. Дмитрий, кто у вас денежный мешок? Пойдет Евгений. Захар против Евгения. Вперед! Деньги. Внимание. Именно из этого металла чеканились французские луйдоры. Ну, смелее. Три. Прошу. Серебро. Серебро. У вас есть шанс? Евгений? Евгений? Не будете отвечать? Золото, конечно. Луйдоры – самая такая красивая золотая монета. Играем дальше. Сторона монеты, на которой изображен герб – это аверс или реверс? Прошу. Это реверс. Это не реверс. Прошу ответ у Захара. Аверс. Это аверс – сумасшедшее знание. Играем. Копейку. Копейку, собственно, так и назвали, что у всадника, изображенного на ней, в руке была… Прошу. Копье. Браво, Евгений! Отлично! Этот памятник архитектуры изображен на новой белорусской двадцатке. Прошу. Дворец ремянцев Паскевич. Браво, Захар! Великолепно! На старой двадцатке тоже он был, ну и на новую перекочевал. Это приятно. И заканчиваем. Это учреждение, которое работает с деньгами, или с деньгами, как по-старому нужно было говорить, к стеклянной емкости, никакого отношения не имеет. Прошу. Банк. Банк от слова «скамья», разумеется. И после второго боя вперед уходит 56-й гимназия, 30-25. Следующий бой! Итак, внимание! Итак, внимание! Третий бой, тема, особенно любимая нашими игроками, это общее слово. Ну, помните, море, пресса, дом. Желтый. Сейчас у нас общее слово «существительное». Три определения, к ним нужно подобрать общее существительное. Захар, кто способен у вас на такие подвиги филологические? У нас пойдет Сергей. Сергей готов. Дмитрий у вас? Пойдет Яна. Итак, ух ты! Сергей против Яны. Вперед! Итак, внимание! Итак, внимание! Это не легкий бой, а тяжелая битва. Общее слово. Бермудский, любовный, равносторонний. Треугольник. Отличный ответ! Сон, овраг, смысл. Прошу. Большой. Большой сон. Яна, может, вы ответите. Тишина? Глубокий. Глубокий, великолепно! Режим, учитель, контроль. Фальстарт у вас, Яна, извините. Нужно за этим очень строго следить наш электронный судья. И у Сергея шанс. Строгий. Строгий учитель, строгий контроль и строгий режим. Это правильный ответ. Играем. Стул, ток и скат. Электрический. Электрический, браво! Ну и заканчиваем. Звонок, герой, шанс. Яна. Первый. Да, первый звонок, первый герой, первый шанс, согласен. Так и последний принимается. Принимаются и такие варианты. Счет 45-35. Равная игра. Мы играем следующий бой. Тема четвертого боя «Вокруг света». Географическая тема, Захар. Пойдет Триэль. Триэль великолепно. Кого отправляет в бой Дмитрий? Пойдет Иван. Итак, Триэль против Ивана. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Мореплаватели из этой страны первыми совершили путешествие вокруг света. Прошу. Китай. Китай, понятно. Триэль у вас может... Португалия. Как? Португалия. Да нет, не Португалия. Это испанские мореплаватели. Магеллан начал, Эль Кана закончил. Продолжаем. Римляне называли его Маре Нострум, то есть наше море. Какое море? Римляне. Да. Средиземное. Средиземное, конечно же, Иван. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Этот мавзолей – главная достопримечательность города Агра в Индии. Да. Тадж-Махал. Блестящий ответ. Тадж-Махал. АПЛОДИСМЕНТЫ Столицей этого острого государства является город Антонариву. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу. Мадагаскар. Мадагаскар. Улыбаемся и машем, парни. АПЛОДИСМЕНТЫ Эту культовую киноэпопею снимали на архипелаге Новая Зеландия. Что ж за культовая киноэпопея такая? Да-да-да-да. Три кольца премудрым эльфам для добра и гордого, семь колец подземным гномом для труда их горного. Это «Властелин колец». Теперь вы это знаете. 50-45. Чуть впереди 56-я гимназия. А мы играем следующий бой. А следующий бой у нас «Музыка». Захар, есть музыканты в команде? Пойдет Анна. Анна – музыкант. Дмитрий? Пойду я. Анна против Дмитрия. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Анна, вы на чем играете? Я на фортепиано. А Дима, вы на чем? Раньше на Домре. О, отлично! А сейчас на чем? Сейчас не на чем закончено. А на нервах? Иногда бывает. Учителей, хорошо. И у меня немножко. Итак, внимание. Музыка. Такое название носит та из семи, которая есть начало и конец. Да. Нота. Нота. Понятно, что нота. Какая? До. Начало. Да, конечно, начало. До. 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 А этот музыкальный инструмент у нас в первую очередь ассоциируется Шотландией. Да. Волынка. Прекрасный ответ. Хотя у нас ее называли Дуда. То же самое. Миха и Ууу. Играем дальше. Главная часть этого музыкального инструмента – гортань. Да. Саксофон. Не согласен с вами. Анна. Может, труба? Это голос, господа. Играем. Столько струн у обыкновенной скрипки. Фальстарт у вас, Дмитрий. У Анны есть шанс? Пять. У-у-у. Четыре. Четыре струны у скрипки. И заканчиваем. Классический состав симфонического оркестра сложился в партитурах этого европейского музыканта. Фальстарт у вас снова. Анна. Гайден. К сожалению, Бетховен. Итак, счет 50-55. Вывел свою команду вперед капитан Дмитрий Метлицкий. Мы играем следующий. Итак, мы переходим к тест-игре. Наше скоростное централизованное тестирование. Ну, говорят, скоро это будет национальный экзамен называться. Ну, посмотрим. Итак, вопрос. Три варианта ответа. Какой выбрать – это уже ваше дело. Но скоростной, нужно кнопочку при этом выжать. Итак, внимание. Захар, кто готов у вас идти в бой на скорость, на тест-игру? Триель. Триель. Это его второй выход. Дима у вас? Пойдет Илья. Илья тоже второй выход. Вперед! Илья против Триеля. Три. Илья! 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 Тоже действует правило фальшстарта. И тоже за этим очень строго следит наш электронный судья. Первая строка гимна Беларуси называет белорусов. А – вольными, Б – мирными, С – добрыми. Триель. Мирными. Мы, белорусы, мирные люди. Плюс 10 очков. Вот так. Для белорусского языка и южно-русских говоров характерно А – Аканье, Б – Оканье, Ц – Цоканье. Да. Цоканье. Цоканье. За южно-русские говоры. Да. Это Риль. Аканье. Аканье, конечно. Корова, коза, молоко. Пять очков на подборе получил. Играем. Легкими Европой называют белорусские. А – леса, Б – озера, Ц – болото. Фальстарт у вас, к сожалению. Это Риль. Лиса. Лиса, да нет. Вот именно болото – это легкие. Европа, оказывается, в них перерабатывается больше всего кислорода. Играем. Беловежская пуща знаменитая. Это А – заказник, Б – заповедник и Ц – национальный парк. Тарель. Заповедник. Не заповедник, прошу. Национальный парк. Это национальный парк. Запомните это. Пять очков на подборе взял. Играем. Петр Климук. Это первый белорусский. А – олимпийц, Б – полярник, Ц – космонавт. Прошу. Б. Полярник, прошу, Тарель. Космонавт. Петр Климов – первый белорусский космонавт. Теперь вы это знаете. Браво! И после нашей замечательной тест-игры 70-60. Тарель сыграл удачнее. 56-я снова вышла вперед. Следующий бой. Любимая, любимая из игр наших участников, наших орудий-пятерочников – слайд-игра. Что может быть проще? Стоишь за стойкой, перед тобой картинка, ищи с буквой, которая подсказывает правильный ответ. Вот потому и любят. Захар, кто у вас больше всего любит слайд-игру? Анна. Анна любит. У Дмитрия? Евгений. Анна против Евгения. Удачи вам, вперед! Давай, давай, давай! Ничего не нужно ждать. Сейчас появится картинка на экране, и выигрывает ПК-56. Мы начинаем с нее. У каждого из вас будет по 5 шансов, а правильно, аж 15 очков стоит. Анна, начинаем с вас. Это адрес. Это адрес, великолепный ответ. 15 очков вы только что подняли за своей командой. Евгений, играем с вами, слайд для вас. Бегун. Бегун, конечно, все очень просто. Видите, поддержала я нашего новичка. Анна, прошу вас, слайд для вас. Три, две. Одна, может, Женя знает. И Женя не знает. Это замечательная картина Васнецова «Витязь на распутье». Теперь вы это знаете. Евгений, играем с вами, прошу. Герцог. Да нет, ну что вы, герцог, вряд ли. Анна, может, вы знаете, как назвать этого мальчика. А вы где учитесь, собственно? Гимназист. Поздно, поздно, Анна, поздно. Да, это гимназист, вот такую форму носили гимназисты, да. Гимназическая игра сегодня. Продолжаем с Анной, прошу вас, буква «Д». Дети. Ну, понятно, что не взрослые. Ну, конкретнее. Ну, не близнецы. Да близнецы не могу принять. Женечка. Двойняшки, двойняшки это. Вот все очень просто. Евгений, прошу. Ну, нервничают люди у стоя, прошу вас. Единица. Единица, это правильно, ответ 15 очков. Великолепно. Анна, играем с вами, прошу. Жигули. Неужели еще помните? Жигули с тюнингом. Да, блестящий ответ. Евгений, к вам. Звездолет. Звездолет. Вот такой вот из какого-то фантастического фильма, чуть ли не из «Аватара», по-моему. Хорошо? Не из «Аватара», ну, бог с ним. Анна, к вам. Иван, дурак. Вот. Если бы вы сказали просто Иван, я бы не засчитал. А это именно Иван, дурак из «Конька-Гормунка». Великолепно. И попробую поставить точку Евгений. Кино. Не, нет, не кино, ребятушки. Кинолента. Не кинолента, ребятушки. Это, ну, два ответа, Жень. Кино, потом сказали кадр. И Анна не стала пользоваться вашей оплошностью, она сказала кинолента. А в самом деле это один кадр. Счет 115-105 в пользу 56-й гимназии. Риск играем. И еще один вещь я просто обязан сказать перед тем, как мы перейдем к нашей риск-игре. Последняя отборочная игра. Вам нужно победить. Это раз. А во-вторых, набрать, чтобы пробиться в финал, больше 195 очков. Именно такой результат на отборе показала команда Даниила Галушка из 19-й школы. Ну, сборная дворца вообще недосягаема. У нее 220. Посмотрим, сумеете ли вы это сделать. Есть шансы. Шансы всегда есть. Я так понимаю, Захар Бакша решил оставить капитанский тур, последний тур за собой. Да. Дмитрий Метлицкий тоже. Да. Итак, капитанский бой. Захар против Дмитрия. Пьет. Итак, внимание. Напоминаю, что риск игра это единственный бой в нашем матче, где за неправильные ответы идет штраф. Правильный ответ плюс 20, неправильный минус 20. Вы можете нежать вообще и ждать, что ваш соперник пять раз ошибется. Ну, не знаю, как это получится. Итак, внимание. Все краски мира. Кит этого цвета самый большой в мире. Прошу вас, Захар. Синий. Блю вал. Синий, он же голубой. Кит, вы правы, плюс 20 очков. Деньги. На этой белорусской купюре, новой, естественно, крест Ефросиней Полоцкой. Фальстарт. Фальстарт у вас. Дмитрий и Захар. 10 рублей. Вы уже видели такую купюру? Да. У нас оба хорошие карманные деньги дают нашим детям. Плюс 20 очков. Дальше. Общее слово, общее слово прилагательное. Танец, снег, лебедь. Прошу. Первый. Первый лебедь не бывает. Прошу. Захар, будете жать или не будете? Неправильный ответ минус 20. Белый. Белый, да. Белый танец, белый снег, белый лебедь. Вокруг света. Эта страна практически целиком занимает Аппенинский полуостров. Прошу. Италия. Великолепный ответ, плюс 20. И тема музыка. Под этот один из трех видов музыки, трех китов, проходят торжественные парады. Фальстарт. Фальстарт у Захара. Хотел ответить, двери будете жать? Возможно, вальс. Вальс, парады. Это ра-та-та-та-ра-ра-ра. Марш. Та-та-та-ра-ра-та-та-та-та. А на самом деле... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это марш. Итак, итоговый счет. 175-85. Правная была игра, но Захар на финале показал все, на что он способен. Браво, Захар. Сейчас я буду петь гимн нашему постоянному партнеру, нашему очень большому другу, самомойке на солнечной. Автомобильные мойки, ручная и автоматическая, пылесос, автохимия, все по совершенно разумным ценам. Спасибо нашему другу, самомойке на солнечной. Объездная 4Г, самомойка, спасибо ей за наши сладкие прибыли. Итак, наша гимназическая игра, последняя отборочная игра сезона «Надежда» завершила победой 56-й гимназии. Но, ребята, я рыдаю вместе с вами, но вы в финал не проходите. В финале встречаются... А вот кто у нас встречается в финале, вы узнаете, включая нашу передачу. Итак, скоро финал. Большая загадка. Итак, кто же победит у нас, мы узнаем, если будем смотреть радиопятерку. Ну, а если будем смотреть радиопятерку, естественно, будем получать десятки. Смотрим, люди, пятерку, получаем десятки. Играем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова